Всем привет, с вами канал Шоу Бизнес. 2021 подошел к концу и мы подумали, почему бы не подвести итоги года. Ведь за эти 12 месяцев наши любимые русские рэперы выпустили очень много крутой музыки. Присаживайтесь поудобнее, ведь сейчас вы услышите десятку лучших треков старичков по мнению канала Шоу Бизнес. А сейчас рубрика лучшие треки молодых исполнителей, которые попались нам под руку. Если хочешь попасть в наш ролик, присылай свои песни на электронную почту, которую видишь на экране. Первым треком в списке лучших композиций уходящего года становится «Панда» от неожиданного дуэта «Бруто» и «Нелета». Эта песня вошла в третий сольный альбом Брутто «Гаддем 2», который вышел в сентябре этого года. Спустя некоторое время на канале «Нелета» вышла экранизация, которая заставит пустить скупую мужскую слезу любого парня старше 28. Многие сильно удивились, когда увидели «Нелета» в трек-листе, ведь все его знают по простеньким попсовым трекам по типу любимки. Но здесь этот дуэт выдал одни из лучших куплетов этого года. Так почему же «Панда» сегодня оказалась здесь? Все потому, что это сильнейшая и правдивая ностальгия в чистом виде. Трек про наше детство, написанный повзрослевшими детьми, которые смогли максимально точно передать жизнь тех, кто вырос в нулевых. Буквально в каждой строчке это чувствуется. Будь то панчи, пропаленные шмотки с рынка, или же фразу «Кто носит фирму «Адидас», тому любая баба даст». Ну а строки про сковороду вообще попали в самое сердце. Именно за эту трушную ностальгию «Панда» абсолютно заслуженно попадает в список лучших треков 2021 года. Это сейчас хлопками в ТикТоке меняют шмот. А тогда хлопок не работал. Кафе, в котором мы тусили, называлось «Кафе». Мы не могли обойтись без Оксимирона в этом ролике. Ведь его камбэк стал одним из главных событий этого года. А трек «Кто убил Марка» — олицетворением этого возвращения. 1 ноября на фоне возобновившегося противостояния Шока и Жигана Окси неожиданно для всех выпускает композицию «Кто убил Марка», ознаменовав тем самым свое возвращение в рэп-игру спустя несколько лет в тишине. В этом треке мы слышим всю биографию Мирона. Много правды про лещи, шантаж и многие другие подробности. Все это уложено в трех актах. Первый — это как раз-таки про ситуацию с Жиганом. Во втором описывается то, что происходило последние 10 лет. Ну а в третий Окси задает очень много вопросов-афоризмов, которые все равно приводят нас к одному финальному и, наверное, самому важному для фанатов рэпера. То, если не мы, загнанных лошадей пристреливают, не а так ли? Но главное — кто убил Марка? Именно за этот перформанс Оксимирон сегодня попадает в наше видео. Это определенно камбэк года, возможно, событие года. Но я не стал брать что-то из альбома «Красота и уродство». Да, там есть что послушать и над чем поразмыслить, но все-таки «Кто убил Марка» — это трек-событие, которое прогремело на всю страну. Ну и отвечая на вопрос, кто же сделал это с Марком в конце «Горгорода», это сделал сам Марк, сам автор, сам Оксимирон. Тот этап карьеры исполнителя закончился с гибелью лирического героя. Это, наверное, самый неожиданный выбор из всего сегодняшнего списка. В то время, когда на новом альбоме «Нойз МС» есть более популярная песня «Выход в город», я все-таки остановился на треке «Миокард». Впервые мы услышали эту композицию на недавнем альбоме «Вани», состоявшем из двух частей. Пару недель назад как раз-таки вышла вторая. Если вы еще не слушали, настоятельно рекомендую ознакомиться. Это одна из лучших работ этого года. «Миокард» — это старый добрый «Нойз МС», которого мы очень давно не слышали. С фирменными гитарными рифами, классными образами и глубоким текстом. Ведь в последние годы он чаще всего выпускает треки о внешних переживаниях, о политике, полиции, проблемах страны и так далее. Тот же «Все как у людей» явный тому пример. Здесь же мы слышим историю становления Вани как исполнителя и как человека. Его внутренние переживания, которые в отдельных строчках неплохо резонируют с твоим внутренним миром. Ведь главная тема этой композиции — это заявление, что музыкант будет заниматься своим любимым делом до конца жизни. Мне эта песня по атмосфере напомнила такие любимые мной грабли и жвачку. Именно за эту внутреннюю искренность «Миокард» занимает свое заслуженное место в нашем сегодняшнем видео. Я помню себя ребенком в крошечном городке, Родкой, божьей, короткой, в спичечном городке. Локдог всегда выделялся на фоне остального русского рэпа своими крутыми текстами. И в 2021-м он не стал стоять в стороне и выпустил трек «Вышел из чата». Лочи в этом году выпустил очень глубокий и личный альбом «Счастье в простом». И, как мне кажется, одним из сильнейших треков на этой пластинке является именно «Вышел из чата». Ведь в этих строчках практически каждый опытный человек может узнать себя. «Вышел из чата» — это один из тех треков, которые может вызвать у тебя мурашки. Ведь этот максимально жизненный текст не оставляет тебе выбора не вникать в его суть. Это своеобразная психотерапия в нескольких минутах. К тому же, все мы проходили этапы, когда один за другим друзья выходили из чата, становясь взрослыми, серьезными людьми. Рано или поздно ты сделаешь то же самое. Ведь если этого не произойдет, есть шанс навсегда сгинуть в пучине вечных тусовок, алкоголя и веществ. Только взрослый человек поймет, что меняться — это нормально и правильно. Но ты вышел из чата, один, не рассчитав, что-то вышел из чата, другой, любил купюры и сам их печатал. Не забыли мы и про последнего поэта «Улиц» — Честера Небро. В этом году он выпустил альбом, но о нем мы поговорим в другом видео. Наше внимание привлек сингл «Скафандр» и «Бабочка». Трек вышел в октябре этого года и буквально сразу же залетел ко мне в плейлист. Для незнакомого с творчеством Честера человека может показаться, что это — еще один уличный рэпер, читающий про свой район и как там плохо. И да, и нет. Чезарик рассказывает про свой район, но то, как он это делает, заслуживает отдельного разговора. «Скафандр и бабочка» попал в наш список лучших треков года за образы и глубину. Во-первых, название и основная линия текста отсылает нас к книге французского редактора и писателя Жана Доминика Баби. Этот человек в 43 пережил инсульт и оказался полностью парализован. У него был синдром запертого человека, то есть его мозг и сознание полностью функционировали, а из частей тела работало только левое веко. Именно с его помощью он написал книгу «Скафандр и бабочка», в которой и описал все свои переживания. Из названия мы можем понять, что скафандр — это тело Жана Доминика, а бабочка — это его сознание, которое никак не может полноценно вырваться из оболочки. И представьте, такие глубокие и тяжелые образы Честер перенес в трек. Здесь роль скафандра играет его город, который держит в себе бабочек, то есть талантливых людей, не давая им развиваться и не выпуская их в открытый космос. Все мы наблюдали за тысячами подобных примеров, как человек, у которого есть будущее, губил его с помощью алкоголя, веществ и плохих компаний. То ли начало, то ли край, тропойка надо доходться, по темной стороне луны иду навстречу к солнцу. Вот именно поэтому Честера называют поэтом улиц. Его треки позволяют тебе кайфовать не только от крутого инструментала, но и от безумно классных образов, в которых интересно копаться. А также, в случае именно этой композиции, задуматься над своей жизнью. Может, стоит поменять что-то? Десятка лучших треков года просто не могла обойтись без Мияги и Энди Банды и их сингла «Патрон». Вышедший еще в начале апреля, сингл разорвал всевозможные чарты СНГ. На данный момент у него более 20 миллионов прослушиваний на Спутифай, а также более 45 миллионов просмотров на Ютуб. И это без клипа. Мияги и Энди сделали просто шикарный трек с идеальными переходами между частями, разнообразным флоу, метафоричными куплетами и душевным припевом. Вайп этого дуэта невозможно спутать ни с кем. Если у вас еще нет патронов в плейлисте, вы многое теряете. Ведь это именно тот случай, когда мнение большинства реально правильное и огромное количество прослушиваний абсолютно заслуженное. Баста в этом году был не таким активным, как в прошлом. Но тем не менее он выпустил один трек, который откликается в душе у каждого второго парня старше 25. Ты была права. Ты была права, я был тобой обречен. Раньше был смысл, а с ним тип-топ все. 7 июня все мы могли услышать эту лиричную композицию в наших наушниках. Она в мгновение ока попала на вершину всевозможных российских чартов, а также обзавелась своей экранизацией. Ты была права, я без тебя пропал. По огненной воде стыльются сладкий туман. В этом треке Василий говорит от лица лирического героя, который, прослушав голосовое сообщение бывшей девушки, вспоминает ее слова при их расставании. И это резонирует практически с каждым. Ведь у многих были подобные случаи, когда тебя бросали по причине того, что ты был недостаточно перспективен, богат, умен, опытен и много чего еще. Все мне это напомнило и Сергея Есенина, и его письмо к женщине. Стихотворение начиналось со строк, которые переплетаются с сюжетом песни. Ну а заканчивается оно тем, что главный герой не скатился, а наоборот поднялся, и теперь успешный человек, тот, которого она хотела видеть еще несколько лет назад. Именно эти строки я вспомнил, когда в очередной раз переслушивал «Ты была права». Определенно один из лучших треков года. Ну и к тому же существует ремикс-версия, в которой использован сэмпл Стинга из трека «Shape of my heart». Это чит-код, который улучшит любую песню. Раз уж мы вспомнили про басту, то не сказать ни слова про касту было бы преступлением. К тому же в 2021 году они выпустили делюкс-версию альбома «Чернила осьминога», где мы могли услышать расширенный трек «Года неправды». Это, наверное, самая социальная композиция в нашем видео. И она, наверное, одна из самых важных, ведь в ней описывается реальная ситуация и судьба человека. А если быть точным, то Романа Илюгина, бывшего главного архитектора города Ростова-на-Дону, которого обвиняют в превышении служебных полномочий. Подробности описывать не буду, если хотите, можете найти всю информацию в интернете. «Годы неправды» — это трек-прецедент. Подобного в русском рэпе я еще не помню. Да, многие, как каста, заступались за своих друзей, но не в такой форме. И, как мне кажется, это получилось очень круто, так как трек вызвал больший резонанс, нежели пост в Инстаграме. Ну и ко всему этому здесь есть куплет Белого Будды, точнее самого Романа Илюгина. Если вдруг кто не знал, он когда-то был частью объединенной касты. И в его парте намного больше трушного и живого текста, чем в 90% сегодняшних чартов. Привет, Андрей Владимирович. Это Роман Борисович. Узнал, ты все меня сажаешь, пошла третья весна. Этот ролик не был бы полноценным без старичка Гуфа. В уходящем он с Локдогом выпустил очень душевную песню «Есть че вспомнить». Этот фит вышел совсем недавно, в конце ноября. От этих пардей давно ждали совместки, ведь если задуматься, у них много общего. Во-первых, это одни из лучших текстовиков в русском рэпе. Во-вторых, они оба в молодости были зависимыми людьми. В-третьих, судя по тексту, у них у обоих ушло много старых друзей, с кем они когда-то употребляли. В этой ностальгической композиции Лоча вспоминает, как чудил, во времена, когда еще не на что было сфоткать. А Гуф говорит о центре и о том, что здоровье дороже всего, ведь его не купишь. В общем, два классика русского рэпа встретились на одном бите и выдали один из лучших треков этого года. Если уж говорить про старичков, то стоит сказать о самых возрастных представителях русского рэпа, группе Кровосток. И тут я не шучу, ведь Шила и Фельдману уже 51 год. Они даже старше, чем Мастер Шеф. Этот фирменный, монотонный трек вошел в последний альбом группы «Наука», разбор на которой, кстати, есть на нашем канале. «Амфибия» стала самой популярной композицией со всего релиза и даже неожиданно для всех залетела в ТикТок, создав там два тренда. И если вам больше 25, то скажу для вас. Это значит, что песня очень сильно взлетела. Разумны ли ваши страхи? О да, разумны. «Амфибия» просто обязан быть в этом списке. Просто потому, что это классический Кровосток. Трэшовый, фантастический старитейлинг про бандита-амфибию, который время от времени выплывает к берегам Крыма и уничтожает людей для своего развлечения. Мне в один момент даже показалось, что они решили воссоздать вселенную Лавкрафта в России. Я в тонусе, я ебать прекрасен, я-я-я, как Заря. Ну и, конечно же, два бонусных трека специально для самых преданных зрителей нашего канала. В первом поговорим о MC 1.8, который не так давно записал совместный трек с группой Chian Family «Я увезу тебя к морю». Эту песню мы услышали в самом начале лета, и на протяжении всего сезона она составляла мне компанию во время поездок на машине. Под позитивный бит Кузьмич, отработанным годами флоу, доносит до нас свои мысли. Ну а Chian Family в припеве отсылает нас к легендарному треку B2 «Мой рок-н-ролл», что не может не радовать. «Я увезу тебя к морю» — это достаточно легкий, как по-смысловой, так и по музыкальной нагрузке трек. Он передает невесомую романтическую эмоцию дороги к морю. Думаю, каждый, кто отправлялся в совместное путешествие со своей второй половинкой, поймет эти эмоции, и лично для меня это один из главных треков старичков этого года. И последним на сегодня стал Руставелли в компании «Негби». Мужики в 2021-м порадовали нас жестким треком «Монархия 2.0». В конце октября этого года дуэт порадовал нас восьмитрековым эпи «Окта». Релиз был наполнен фирменным мраком и злостью, но все-таки «Монархия» явно выделяется на фоне всего остального. Во-первых, «Негби» сделал бит, который вполне мог стать саундтреком к какому-нибудь детективному сериалу. Во-вторых, «Руст» написал остросоциальные, политические строчки, заставляющие нас задуматься, а все ли хорошо в нашей стране. Парни упоминают здесь достаточно много имен, фактов и теории. В конце даже звучит имя президента, что на сегодняшний день очень смело. «Здесь повидавшая жизнь, уже не так предки, тут страх питает слабость, боясь попасть под молотки, внушить тебе, что хоть свобода хорошо, но безопасность лучше». В итоге у Ростовеля и «Негби» получился трек, который опускает нас с небес на землю. Да, возможно, это не самый техничный трек года, но самый охреневший – это точно. «На чем столе мы неизвестно, лежим уже давно, веселый тлен, грустная песня, как будто бы в кино, нам на земле не будет места». И на этом все. Это были 10 лучших треков старичков за 2021 год, по мнению канала Showbiz. Если вы с чем-то не согласны, ждем вас в комментариях. А также не забудьте составить свой рейтинг из 10 композиций, благодаря которым 21-й стал для вас чуточку лучше. Подписывайся на канал и жми колокол, чтобы не пропустить новое видео. Мир всем местным на связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!